Коллеги, приветствую вас еще раз. Вижу, что звук есть, значит, мы готовы начинать вебинар. Тема сегодняшнего вебинара Axelot WMS X5 «Простые решения для автоматизации крупных промышленных предприятий». Ведущими сегодняшнего вебинара выступаем мы с коллегой. Меня зовут Джамира Тилова, руководитель отдела продаж Axelot, и Эдвин Солбиев, ведущий консультант по внедрению WMS-систем. План сегодняшнего вебинара рассчитан на полтора часа, из которых в начале 7-10 минут я расскажу о компании Axelot, поскольку, как мы видим, среди участников есть как и наши старые добрые клиенты, так и те, которые с нами не так хорошо знакомы. Далее Эдвин расскажет о решении Axelot WMS X5 с уклоном на специфику автоматизации складов промышленных предприятий. И в завершении мы посвятим 30 минут на ответы на ваши вопросы. Пожалуйста, продолжайте их писать в чате, который у вас в правой стороне экрана. Единственное, мы их будем разбирать уже после докладов, чтобы уложиться в тайминг. Итак, о компании Axelot. Компания Axelot основана в 1998 году. С тех пор, с года основания, мы активно, успешно занимаемся оптимизацией и автомизацией складских и транспортных процессов. На сегодняшний день у нас уже разработано 5 поколений WMS-систем и 4 поколения систем класса TMS. Здесь стоит отметить, что такое активное развитие программных решений достигается за счет того, что около 10% выручки мы ежегодно инвестируем на развитие наших решений. Тем самым наши решения постоянно идут в ногу с потребностями наших заказчиков, с потребностями рынка. Если говорить о географии, то расположены наши офисы в трех городах. Сегодня мы вещаем из центрального офиса в городе Москва. Также у нас есть офисы в Кирове и в Красноярске. На сегодняшний день у нас больше 250 сотрудников в штате. И это нам позволяет завершать около 100 проектов в год. Причем эти проекты также расположены в совершенно разных регионах России. Но кроме того, есть уже даже в 16 зарубежных странах есть внедрение наших программных решений. Следующие сладости, если можно. Если говорить о услугах, которые мы оказываем, то можно сказать, что мы оказываем услуги под ключ. Что здесь я подразумеваю? Безусловно, как я сказала, мы занимаемся автоматизацией и оптимизацией процессов. Но также до внедрения программных решений зачастую требуется привести в порядок процессы. Может быть, переоснастить склад, перепроектировать технологические процессы, рассчитать штатную структуру, оптимальную для конкретного склада. То есть вот такую реорганизационную работу мы также проводим. И заказчики получают в лице нас также как компанию консалтера, так и компанию интегратора. С точки зрения интеграции мы автоматизируем складские транспортные процессы, также автоматизируем контейнерные терминалы. Для этого также есть у нас разработанные специализированные решения. Недавно был вебинар, посвященный этой тематике, также можно ознакомиться. Как правило, автоматизация как складской, так и транспортной логистики, она требует еще поставки специализированного оборудования. Это терминалы сбора данных, это принтеры из печати этикеток, расходные материалы для этого. Наша компания в сотрудничестве с нашими партнерами мы поставляем эти девайсы и также их монтируем. После завершения проектов автоматизации у нас есть специализированная служба, выделенная линия поддержки, которая работает 24 на 7, что довольно удобно тем заказчикам, у кого склады или логисты работают в круглосуточном режиме или для тех клиентов, которые находятся с нами в разных часовых поясах. О наших партнерах. В рамках реализации наших проектов мы часто привлекаем наших партнеров, в частности, как я уже сказала, в направлении поставки оборудования нам помогает Actilot Technologies, это подразделение, которое входит в группу компании Axilot. Также в группу компании Axilot входит компания Gradom, которая специализируется на внедрении систем класса ERP, на внедрении систем для управления документооборотом, управленческого учета и так далее. Также в группу входит компания Batarion, это разработчик интеграционных решений и решений для управления мастер-данными, то есть управления нормативно-справочной информацией. Здесь стоит отметить, что буквально в 90% наших проектов мы используем решения Datarion, которые помогают организовать гарантированный стабильный обмен между информационными системами. Не секрет, что системы логистические, как правило, это второстепенные, то есть это не первые системы, это вторые, третьи внедряются на предприятие, есть какие-то корпоративные системы. Вот, собственно, Datarion системы класса ESB, мы их используем для обмена данными с корпоративными системами. С точки зрения поставки оборудования сотрудничаем и являемся золотыми партнерами Zebra Extreme Honeywell. Это признанные мировые лидеры производители оборудования для маркировки и идентификации товаров, в частности, это Zebra Honeywell, и компания Extreme, которая производит оборудование Wi-Fi. Фирма 1С, наш самый давний партнер, мы совместно разрабатывали решения, продолжаем часть решений с ними разрабатывать, вот, например, Datarion разрабатывает MDM-систему совместно с фирмой 1С и так далее. Ну и большинство наших программных решений, они на платформе 1С придерживаются вот этой открытости, открытости кода, мы также наши решения поставляем с открытым кодом. Яндекс маршрутизации HIA Technologies, провайдеры картографических сервисов, их мы используем в проектах по автоматизации транспортной логистики. Из решений, которые я выше еще не упомянула, это решение Axelot Mobile Platform, платформа для разработки собственных мобильных решений, то есть на этой платформе разработаны наши мобильные решения для WMS и TMS-системы, но также ее можно использовать, скажем, для разработки мобильного приложения для торговых представителей или для других пользователей, которым нужен вот такой вот мобильный доступ через девайсы. И Axelot WMS-система, которая предназначена для складов с роботизированной техники для управления таким автоматическим оборудованием. Если переходить от общего, скажем так, к частному, говорить уже о WMS-системе, о которой ниже пойдет речь, здесь я отмечу, что это лидирующее решение на российском рынке, уже 9 лет подряд мы являемся лидерами, с каждым годом увеличиваем свою долю. Вот на данном слайде представлена статистика, которую приводит издание «Склады России» на 2019 год, и примерно ожидаем в начале мая статистику на 2020 год, рассчитываем, что доля будет также увеличена. И следует сказать, что наша система WMS-X5 получила мировое признание. Во-первых, мы прошли валидацию общества-института Фраунхофер, Кроме того, наша система представлена на международной базе Warehouse Logistics, и также мы имеем соответствующую международному стандарту VDI, пройдя больше, чем 3,5 тысячи тестов. Систему нашу выбрало достаточно много компаний-производителей из такого промышленного сектора. На данном слайде мы привели только часть из них, поскольку, если отобразить всех, то их будет не разобрать на одном слайде. Вот. Передавая слово Эдвину, я хочу сказать, что сегодня речь пойдет о автоматизации компании LROS, с которой мы сотрудничество начали уже с 2019 года, да, начали общаться, контрактоваться, внедрять системы. На сегодняшний день уже автоматизировано порядка пяти складов. Мы надеемся, что на этом наше сотрудничество не остановится. Есть еще разные склады у компании LROS, с которыми мы автоматизируем. Но сегодня речь пойдет о нашем самом первом объекте, он, поскольку, был самым крупным. И именно его мы решили привести в пример для того, чтобы рассказать о специфике автоматизации складов с такой отрасли. Передаю слово Эдвину. Да, спасибо, Джамиля. Всем еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Рад вас приветствовать на сегодняшнем вебинаре. И в рамках нашей темы простых решений складов крупных промышленных предприятий поговорим о проекте LROS. Давайте проведем краткое знакомство для тех, кто не знаком с данной компанией. LROS является лидером алмазодобывающей отрасли мира. Российская государственная горно-рудная компания оцелена на комплексное решение приоритетных национальных задач по освоению ресурсов природных. LROS представлена тремя складскими площадками. Это ТПК, металлобаза и склады взрывчатых веществ, находящиеся на расстоянии до 11 км друг от друга. Краткое знакомство провели, предлагаю рассмотреть номенклатурные группы, которые были реализованы в части проекта LROS. Итак, начнем с кабельной продукции. Учитывается как в бухтах, так и в погонных метрах. Также реализован учет резов при отгрузке неполными бухтами или коробами. Присутствует контроль качества и порционный учет. Вококрасочные материалы учитываются как штучно, так и в литрах, имеют контроль качества, порционный учет и учет по срокам годности. Сыпучие группы товаров учитываются мерно, имеют порционный учет, контроль качества, а также наблюдается признак усушки и утруски, который также реализован в стандартном функционале ВМС-Х5. Следующая номинаторная группа это взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества учитываются как в штуках, так и в килограммах, имеют учет по срокам годности и порционный учет. Также в рамках данной группы были реализованы особые допуски для работы с ассортиментом, а также реализован кроссдокинг, то есть резервирование принимаемого ТМЦ под конкретный заказ, без его размещения в зону хранения. Следующая номинаторная группа это спецодежда. Учитывается как по штучно, так и в комплектах. Также имеет учет в размерах, порционный учет, выходной контроль и учет состояния. В части металлопроката был реализован коэффициент пересчета. Также наблюдается порционный учет, учет качества и кроссдокинг. Данная номинаторная группа учитывается мерно. Автошины КГШ и легковые учитываются поштучно, также имеют учет срока годности хранения на одной из сторон, по окончанию которого физико-механические свойства ТМЦ теряются. Также реализован контроль качества и порционный учет. Самоходная техника учитывается порционно, также учитывается по серийным номерам и имеет учет в комплектах. Что такое комплектация? Комплектация есть факт сборки и разборки комплекта согласно его спецификации, то есть это формирование нового ОХ из его комплектующих. И заключает наш список это номенклатурная группа химпродукции. Химпродукция учитывается у нас мерно, также имеет поштучный учет, порционный учет, признак усушки и утруски и аналогичные особые допуски, которые были реализованы в группе изрывчатых веществ. Коллеги, предлагаю рассмотреть с помощью какого инструмента реализована правильная и корректная работа со всеми вышеперечисленными номенклатурными группами. Данный инструмент, коллеги, называется моделью учета. Давайте дадим определение, чтобы понять, что это такое. Модель учета есть совокупность настроек для ТМЦ, включающая в себя перечень параметров грузообработки. Все вышеперечисленные свойства и признаки на мегатурную группу как раз-таки и настраиваются путем настройки параметров данных моделей учета. Также, когда мы говорим про модель учета, мы подразумеваем настройку стратегии планирования, а именно отбора, размещения и пополнения. Также, мы не должны забывать о настройке отображения, интерфейсного отображения печатных форм на терминале сбора данных. Априори, модель учета предназначена для введения дополнительных разрезов учета номенклатуры. В качестве дополнительных разрезов мы можем оказать как партийный учет, так и учет по срокам годности. Также учет сертификатов, КИЗов и так далее. Мы должны понимать, что модель учета указывается для каждого объекта хранения. Предлагаю разобрать одну из моделей учета, которая была реализована в рамках проекта Ауроса. Данная модель учета, модель учета по партии. При вводе новой модели учета система предлагает нам в реквизите наименование задать наименование данной модели. Далее в основном типе месохранения мы указываем основной тип месохранения данной модели учета при планировании и размещении. Следующий реквизит это основной классификатор. В качестве основного классификатора мы можем указать классификатор согласно анализу АВЦ если таковой имеется. В реквизите структуры штрих-кода мы можем указать шаблон согласно которому будет формироваться штрих-код ОХ который принадлежит данной модели учета. Следующая группа реквизитов это настройка учета. При помощи данной группы настраивается партионный учет у объектов хранения. параметры партионного учета становятся доступными после установки флага учет по партиям. Также возможности партионного учета регулируются путем установки флагов которые расположены ниже. Далее у нас следует реквизит учет по срокам годности. С помощью данного реквизита регулируется необходимость ведения партионного учета по срокам годности. Как мы видим на слайде учет по срокам годности мы можем вести в разрезе как даты производства так и даты окончания срока годности. Данный функционал регулируется путем установки ниже стоящих флагов. В группе настройки обработки мы можем указать стратегии планирования а именно отбора размещения и пополнения которые будут использоваться у данной мобили учета. В реквизите настройки инвентаризации мы можем создавать автоматическое создание задач инвентаризации с частотой в разрезе в днях при необходимости конечно же. И крайний наш реквизит это настройки для ТСД. В данном реквизите определяются интерфейсные особенности отображения данных при работе с объектами хранения принадлежащими данной модели учета. Предлагаю рассмотреть настройку наименования шаблона партии на следующем слайде. Настройка наименования шаблона партии дает нам возможность регулировать заполнение наименования партии согласно ее реквизитам. хранится это все в одноименном параметре и может включать в себя следующие настройки. Мы можем добавлять как дату партии так и срок годности то есть выбирать либо один параметр либо включать в какую-то синергию. На правом слайде мы видим пример предоставления шаблона в разрезе даты производства и номера партии. Также у нас имеется возможность регулировать формат даты а также добавлять номера документов. Предлагаю перейти к следующему слайду и рассмотреть стратегии размещения которые были реализованы в рамках данного проекта. В справочнике стратегии размещения описываются алгоритмы условия которые в дальнейшем будут использоваться при работе с данными стратегиями. Вообще стратегия размещения есть совокупность алгоритмов и условий предназначенных для планирования размещения ТМЦ. Условия определяют соответствие обрабатываемого объекта будь то товар документ настроенные правила как раз таки определяются в алгоритмах планирования. Изначально автоматизация размещения включает в себя гибкую настройку топологии склада гибкую настройку правил размещения настройку правил совместимости товара также планирование размещения с учетом доступности ячеек их вместимости и совместимости также автоматическое формирование задач на размещение с учетом использования транзитных зон размещение товара с использованием ТСД и дополнительным учетом в разрезе упаковок и заключает этот список автоматизация кроссдокинга и транзита товара без хранения и его идентификации первое что мы можем задать в настройках условий это ее наименование тип и вариант настройки запроса в составе настроек запроса указываются дополнительные отборы которые используются при планировании размещения в данном справочнике доступны три варианта настроек запроса это стандартный стандартные настройки которые равносильны простым настройкам произвольные настройки это вариант настроек запроса позволяющий работать с полным набором реквизитов, и произвольный запрос. Это вариант настройки запроса, который позволяет собственноручно создавать произвольный вариант при помощи конструктора схем компоновки данных. Произвольные настройки и произвольный запрос позволяют более гибко работать с атрибутами при планировании размещения. Под попавшиеся условия стратегия подбирает алгоритм, исходя из иерархии своей подчиненности. Предлагаю рассмотреть алгоритм размещения более детально на следующем слайде. Справочник алгоритма размещения предназначен для хранения алгоритмов планирования с типом размещения, которые в дальнейшем будут использоваться при настройке стратегии планирования с типом размещения. При вводе нового алгоритма указываются настройки размещения и настройки запроса. В составе настроек размещения участвуют следующие параметры. В реквизите тип алгоритма определяется тип зоны получателя, в которых будет планироваться размещение ТМЦ. В реквизите могут быть выбраны следующие значения. Это размещение в произвольные зоны, то есть размещение будет производиться в любые зоны склада. Данный список можно ограничить путем установки флага, ограничить список зон. Размещение в зоны объектов хранения, то есть зоны будут определяться из регистра сведений зоны отбора для каждого планированного ТМЦ. То есть для этого алгоритма возможно ограничение зон, использующихся по ее типу. То есть отбор по типу указывается в группе реквизитов настройка поиска ячеек. Например, для алгоритма с размещением зоны хранения с типом хранения может быть использовано несколько зон. В таком случае поиск ячеек будет использоваться во всех зонах, а сортировка порядка будет указываться уже не в зоне, а в настройке порядка. Настройка порядка доступна в расширенных настройках, а также в произвольном варианте настройки запроса. Ну и третий алгоритм – это произвольный алгоритм, то есть возможность создания собственного произвольного алгоритма. Следующий реквизит на слайде – кратность размещения. В кратности размещения определяется место хранения или упаковка объекта хранения, которые будут использоваться при планировании размещения нашего ТМЦ. Если для алгоритма указана кратность коробочная или штучная, то планирование по этому алгоритму будет выполняться в упаковках объекта хранения, то бишь справочник упаковки. При выборе значения кратности палетная планирование будет выполняться в целых местах хранения, то есть в палетах. В реквизите «Приоритеты подбора ячеек» указывается порядок подбора ячеек при планировании размещения. В данном реквизите могут быть выбраны следующие значения. Это у нас пустые места хранения, то есть для размещения в первую очередь планируются пустые и минимально заполненные ячейки по объему и по массе. Заполненные места хранения. Изначально планируются частично заполненные места хранения. В подбор попадают наиболее заполненные ячейки по объему или по массе, то есть по одному из данных параметров. Следующий приоритет – это наибольшее, наименьшее число мест хранения. То есть для размещения в первую очередь планируются пустые ячейки и ячейки с большим объемом вместимости. Например, при данном приоритете, при выборе размещения в две большие и в пять маленьких ячейки, система спланирует две большие ячейки. Следующий приоритет – это к тому же объекту хранения. То есть система изначально планирует частично заполненные места хранения с уже размещаемым объектом хранения. Для любого из выборных приоритетов сортировка идет по убыванию, то есть сверху вниз. Также при помощи флага «разбивать задачи кратно упаковкам» регулируется возможность создания задач кратно их упаковкам. То есть если в конфигурации упаковок не используется, если конфигурация упаковок в системе у нас не используется, то информационная база будет брать в упаковку объекта хранения с соответствующей кратностью. В группе реквизитов зоны размещения можно настроить ограничение перечня зон для размещения. При помощи флага «ограничить» мы ограничиваем, включается механизм ограничения, а перечень зоны указывается в табличной части «Доступные зоны для размещения». Коллеги, предлагаю перейти к следующему слайду и рассмотреть функционал настройки совместимости при ограничении зон, о котором мы только что говорили. Совместимость объектов хранения. При ограничении списка зон также имеется функционал настройки совместимости внутри этой зоны. Как мы видим на нашем слайде. Стандартный функционал MSX5 позволяет нам работать как в отсутствии ограничений, так и во всевозможных вариантах запрета. А именно запрета на смешивание упаковок, на смешивание ОХ, смешивание партий, разность срокогодности, состояний и так далее. К примеру, когда мы описывали номенклатурную группу спецодежды, то в разрезе данной группы нельзя было смешивать в одной ячейке разные состояния наших ТМЦ. Соответственно, данный функционал позволил нам выстроить правильную и корректную работу с группой спецодежда. По идее, данная гибкая настройка в стандартном функционале реализовывает возможность работы со многими бизнес-процессами, которые установлены в различных компаниях. Коллеги, предлагаю перейти к следующему слайду и разобрать стратегии отбора. Справочник стратегии отбора, в котором определяются используемые стратегии с описанием условий и алгоритмов. Система нам также предлагает выбрать вариант настройки запроса. Это стандартные настройки, равносильные и простым. Произвольные настройки, позволяющие нам работать с полным набором атрибутов. И произвольный запрос. Детально данные настройки запроса мы рассматривали в стратегии размещения. Условия выполнения стратегии отбора могут параметрически задаваться, исходя из следующих вариантов. По контрагенту, по состоянию, по вместимости МК, по дате, процессу, типа документа и многому другому. То есть инструментов для настройки отбора у нас масса. И они подходят под множество процессов, которые реализованы в различных компаниях. Предлагаю перейти к следующему слайду и рассмотреть детальные алгоритмы отбора. Справочник алгоритма отбора предназначен для хранения алгоритмов планирования операции отбора, которые также будут использоваться при настройке стратегии планирования, с типом отбора. При вводе нового алгоритма указывается настройка отбора и настройка запроса. В составе настроек нового алгоритма отбора указываются следующие параметры. В реквизите наименование задаем наименование данного алгоритма. В реквизите тип указываем тип из фиксированного значения. Отбор, размещение, выполнение. В реквизите варианта настройки запроса определяется тип зоны источника, откуда будет планироваться отбор. В данном реквизите могут быть выбраны следующие значения. Отбор из зоны объекта хранения, соответственно, зоны будут определяться из регистра сведений зоны отбора в случае, когда в объектах хранения имеется несколько зон с типом, по аналогии сказанные в стратегиях размещения. К примеру, разберем две зоны с типом штучный отбор, то система будет скать ячейки по всем этим зонам. Соответственно, сортировка будет уже производиться не по зонам, а согласно настройке порядка, которая доступна при расширенных настройках и произвольном варианте запроса. Следующий отбор – это отбор из произвольных зон. Зон будет также планироваться из любых зон. Данные зоны мы можем ограничить, установив флаг «Ограничить список зон отбора». И произвольный алгоритм, то есть возможность создания произвольного алгоритма. Следующий реквизит – это тип нашей зоны, который мы видим на слайде по левую руку. В данном реквизите указывается тип зоны, какого типа, прошу прощения, будет планироваться за отбор. Значение выбирается из фиксированного списка. То есть это приемка, отгрузка, хранение, ближний буфер, коробочный отбор, штучный отбор, транзитная зона, упаковка, производство, экспедиция и прочее. В реквизите кратность отбора определяется место хранения или упаковка объекта хранения. Соответственно, для алгоритма, если указана кратность коробочная или штучная, то планирование отбора по данному алгоритму будет происходить в упаковках объекта хранения, то есть справочник упаковки. При кратности палетная отбор будет производиться целыми местами, то есть поддонными. При помощи флага планировать пополнение при отборе регулируется возможность запуска пополнения. Зона отбора под конкретный заказ. Планирование пополнения в этом случае выполняется непосредственно при отборе по заказу. При помощи флага «Разбивать задачи кратно упаковкам» регулируется процесс формирования задач на отбор. При установке данного флага задачи будут создаваться кратно упаковкам. Например, в заказе на отгрузку у нас имеется потребность в отборе конкретного товара в количестве 13 штук. Данный товар имеет упаковку штука с коэффициентом 1, а также упаковку коробка с коэффициентом 10. При установке данного флага система отберет одну коробку и три штуки, то есть будут созданы две задачи на отбор. Если значение в данном флаге будет пустое, то система создаст одну задачу на отбор 13 штук. Следующий реквизит – это зона размещения после отбора. Соответственно, в данном реквизите мы указываем зону размещения после отбора. Если значение в данном реквизите отсутствует, система будет подтягивать информацию из процесса отгрузки, в котором мы также можем установить зону размещения после отбора. Самое главное, чтобы она подходила у нас к кратности, которая у нас прописана в алгоритме. В составе настроек нового запроса указываются дополнительные отборы, применяемые к местам хранения, которые используются при планировании отбора. Состав и порядок данных реквизитов аналогичен, мы их также рассматривали в алгоритмах размещения. То есть, как мы знаем, при произвольных настройках мы можем работать с полным набором реквизитов и выстраивать наш отбор по той потребности, которая у нас присутствует. Перейдем к следующему слайду и разберем порядок отбора. В реквизите «Приоритет запасов» указывается алгоритм выбора ячеек для отбора при планировании. Данное значение выбирается из фиксированного списка. Первый приоритет – это максимальное освобождение ячеек. То есть, коллеги, одну секунду. Да, первый приоритет – это максимальное освобождение мест хранения. То есть, отбор из мест хранения планируется, исходя из принципов максимального высвобождения. То есть, давайте я вам пример приведу. Необходимо отобрать 11 штук конкретно в объектах хранения. В ячейках А данный объект хранения находится в количестве 6 штук, в ячейке В – 5 штук, а в ячейке В – 15 штук. При приоритете максимальном освобождении ячеек система спланирует две задачи на отбор из ячейки А и из ячейки В. Следующий приоритет – это максимальное освобождение мест хранения. То есть, аналогичным максимальному освобождению ячеек единственное – это для вложенных мест хранения. Также имеется минимальное число подходов и задач. Если мы, опять же, возьмем пример с нашим конкретным объектом хранения, который расположен в ячейке А – 6 штук, в ячейке В – 5 штук, а в ячейке В – 15 штук, а потребность у нас заключается в 11 штуках, то при минимальном числе подходов задач система спланирует у нас отбор из ячейки В и создаст одну задачу. Следующий тип отбора – это отбор по FIFO. Используется методика оппорационного учета. Алгоритм предполагает, что партия объекта хранения, принятая на склад первой, должна будет отобраться также первой. Следующий отбор – это отбор по FIFO. Используется та же самая методика оппорационного учета, только с использованием сроков годности. Алгоритм предполагает, что партия объекта хранения с самой ранней датой производства будет отобрана первой. Данный алгоритм использовался при выстраивании процесса работы с номенклатурной группой заливщитых веществ. Следующий тип – это отбор по FIFO. Используется методика оппорационного учета. Алгоритм предполагает, что партия объекта хранения, размещенная в зоне крайней, будет отобрана первой. И, соответственно, отбор по FIFO – та же самая методика оппорационного учета, только с использованием сроков годности. Самая поздняя дата окончания срока годности будет отобрана первой. Со стратегиями отбора мы закончили. Коллеги, я извиняюсь, что у меня перескочил слайд, и мы с вами находились на стратегиях пополнения. Давайте вот как раз-таки про стратегии пополнения расскажем немножечко детальнее. Справочник алгоритма пополнения. Предназначен для хранения алгоритмов планирования пополнения, которые будут использоваться при настройке стратегии с типом пополнения. В приводе нового алгоритма указываются настройки определения потребности, настройки отбора, а также настройки размещения. В составе настроек определения потребности нового алгоритма указываются следующие параметры. В реквизите «Тип пополняемой зоны» указывается, для зон какого типа будет планироваться пополнение. Значение выбирается из фиксированного списка. Это ближний буфер, коробочный отбор и штучный отбор. В следующем реквизите «Тип алгоритма потребности» определяется критерий, по которому будет формироваться потребность в пополнении зоны указанного типа. В данном реквизите могут быть выбраны следующие значения. Это значения по минмаксу, то есть пополнение выполняется при достижении в подпитываемой зоне минимального количества объектов хранения. Пополнение выполняется до максимального. То есть для расчета максимального и минимального количества анализируются параметры зоны отбора в регистре сведений, указанных для данного ОХ. Параметры штучного пополнения анализируются для алгоритмов с кратностью штучное и коробочное. Соответственно, параметры палетного пополнения используются для алгоритма с краткостью палетное. Параметр, указанный в реквизите количества мин, позволяет определить момент, при котором запускается процесс планирования пополнения данной зоны. То есть при достижении минимального количества товара, указанной в данной зоне, система будет планировать ее пополнение. Количество, на которое будет планироваться пополнение, зависит от параметра, указанного в реквизите количества max. То есть к пополнению будет планироваться разность количества, указанного в этом реквизите, и остатков товара в данной зоне. Также у нас имеется параметр, не учитываем остаток, который помогает нам определить количество товара в месте хранения, которое является пустым. Также этот параметр у нас влияет на потребность при выполнении и пополнении. Возьмем, к примеру, для зоны указан неснижаемый остаток в количестве мест хранения 3 палеты, а количество на 1 из палет, то есть неснижаемый остаток, равняется 50 штукам. При наличии в данной зоне 3 палет и количества на 1 из палет меньше, чем 50 штук, система спланирует пополнение на 1 палету. Следующий тип – это по заказам, то есть пополнение выполняется в случае нехватки потребности по заказу. По умолчанию активные заказы, под которые планируется пополнение, являются заказы в статусе «к выполнению», а также заказы в статусе «частично спланированные». При необходимости перечень заказов, попадающих в отбор, может быть также ограничен параметрами, которые указываются в режиме расширенных настроек. Следующий тип – неопределять, то есть для попитки при отборе. Пополнение выполняется в случае нехватки товара под конкретный заказ при планировании отбора. Пополнение планируется при невозможности спланировать отбор в конкретном алгоритме. Ну и, соответственно, произвольный алгоритм, который позволяет нам написать свой произвольный алгоритм. Следующий реквизит – это регламентное исполнение. В данном реквизите регулируется запуск процедуры пополнения с указанным типом алгоритма. То есть в реквизите могут быть выбраны следующие значения. Это не использовать. Алгоритм пополнения не используется при регламентном пополнении. Общий регламент запускается по расписанию для регламентного задания планирования пополнения. И собственное расписание запускается по собственному расписанию, которое индивидуально настраивается для данного алгоритма. В реквизите кратность пополнения определяется место хранения или упаковка объектов хранения, которое будет использоваться при пополнении, то есть если у нас кратность стоит коробочная или штучная, пополнение будет планироваться в упаковках объектов хранения. При кратности палетное пополнение будет планироваться в целых МХ. Давайте перейдем к следующему слайду. И рассмотрим реквизит режима округления. В реквизите режим округления указывается вариант округления количества, который рассчитан исходя из типов данного пополнения. В реквизите могут быть указаны следующие значения. Это в большую сторону, в меньшую сторону и по арифметическим правилам. Этот параметр определяет до какого количества упаковок в скратности указанной алгоритме будет округлена потребность. Например, потребность по заказу составляет две штуки. При кратности коробки пяти штук с округлением в большую сторону и кратностью коробочная система запланирует пополнение на один короб. При режиме округления в меньшую сторону и по тем же самым арифметическим правилам система планирует пополнение не будет. Также настройки отбора позволяют настроить список зон источников при планировании пополнения. В составе настройок отбора нового алгоритма пополнения указываются следующие параметры. А именно, в реквизите типа алгоритма отбора определяется тип зоны источника, из которых будет планироваться отбор товара. В реквизите могут быть выбраны следующие значения. Это отбор из зоны объектов хранения, соответственно, система смотрит в регистре сведений зоны отбора. Отбор из произвольных зон. Отбор будет планироваться из-за любых зон. Список данной зоны можем ограничить. А также произвольный алгоритм, возможность создания произвольного алгоритма. По определению потребностей у меня все, коллеги. Предлагаю перейти к следующему слайду и рассмотреть поиск запасов и ячеек для размещения. В реквизите приоритет запасов указывается алгоритм выбора ячеек для отбора при планировании пополнения. Значения у нас выбираются из фиксированного списка, который мы уже ранее озвучивали. Это отбор по FIFO, методика порционного учета, отбор по FIFO, методика порционного учета с использованием сроков годности. А также LEF и LEF. Также у нас присутствует максимальное освобождение мест хранения. То есть при необходимости отобрать 11 штук конкретного объекта хранения, которые расположены в ячейке А, 6 штук, в ячейке Б, 5 штук и в ячейке В, 15 штук. Система спланирует нам отбор на две задачи из ячейк А и Б. С этим разобрались, с этим понятно. Следующий реквизит, при помощи которого мы можем развивать задачи кратноупаковкам. То есть регулируется процесс формирования задач на отбор, о котором мы также уже проговаривали. Настройки размещения позволяют нам настроить список зон для размещения при планировании пополнения. В состав настроек размещения алгоритма пополнения указываются следующие параметры. Соответственно, в реквизите могут быть такие значения, как планировать ячейку при выполнении задач, ячейка будет планироваться при переходе к операции «Положить». Планировать ячейку сразу, ячейка будет указываться при планировании пополнения, а также произвольный алгоритм. В реквизите «Приоритеты подбора ячеек» указывается порядок подбора ячеек при планировании размещения. В данном реквизите могут быть выбраны следующие значения. Это пустые места хранения, то есть изначально для размещения планируются пустые ячейки. Заполненные места хранения для размещения изначально планируются частично заполненные места хранения. А также наименьшее число мест хранений. Для размещения в первую очередь планируются пустые ячейки и ячейки с большим объемом вместимости. К тому же объекту хранения для размещения планируются частично заполненные ячейки с уже размещаемым товаром. Ближе к ячейке отбора, то есть для размещения планируется ячейка, расположенная ближе остальных к ячейке отбора. А также класс ячейки по классификатору согласно анализу ABC или XYZ, если такой существует. Также при помощи флагов ограничить список зон отбора мы можем запустить механизм ограничения, а доступные зоны включить в табличную часть доступных зон. Коллеги, предлагаю перейти к следующему слайду. Слева на нашем экране мы видим наш мобильный клиент, который был реализован в рамках проекта АВРОСА. Сейчас мы находимся в основном меню и видим все наши главные очереди задач, которыми пользуются при работе сотрудники склада. Нас интересует процесс отбора, соответственно выбираем отбор. Отбирать будем штучными объектами хранения. Далее система нас спрашивает выбрать заказ. Заказ мы можем выбрать путем его идентификации, то есть сканирования штрих-кода. Также мы можем вручную ввести последние четыре номера цифры, которые зарегистрированы либо в КИСе, либо непосредственно в ОМСе. Также мы можем выбрать данный заказ из списка. Давайте выберем его из списка. Далее система просит нас идентифицировать поддон, на который будет производиться отбор. Сканируем поддон. Далее система просит нас отсканировать место хранения, откуда будет производиться отбор. Внизу мы видим подсказку, что это ячейка 120433. Подходим к ячейке 120433. Сканируем ее. Далее система говорит, отсканируем объект хранения, который находится в данной ячейке. Сканируем объект хранения. Далее вводим количество, которое система спланировала для отбора из данной ячейки. И переходим к операции «Положить». Кладем в ячейку ворот отгрузки и в какой-то определенный контейнер. Отбор мы завершили. То есть система на данный момент понимает, что мы отобрали какую-то потребность по определенному заказу. Далее эту потребность мы сложили на поддон и переместили в зону отгрузки. При перемещении зарезервированного поддона за конкретным заказом в зону отгрузки, система автоматически планирует создание задач на отгрузку данного поддона, либо рейса. В нашем случае отгружать будем рейсом. Выбираем отгрузку транспорта. Также выбираем из списка данный рейс. Система просит нас отсканировать наш контейнер. Сканируем наш контейнер и подтверждаем нашу отгрузку. Итак, коллеги, только что мы посмотрели, как производится отбор объектов хранения, а также их отгрузка непосредственно на мобильном клиенте компании Axelot. Следующую тему, которую хотелось бы затронуть в рамках нашего вебинара, это поговорить, так скажем, о наших лайфхаках, которые существуют в MSX5. И начнем мы с регистра расхождения запасов. На левом слайде продемонстрирована инвентаризация состава какой-то из ячей. И мы видим, что для системы мы сказали, что масло моторное с партией 93-92 в количестве 50 штук мы не имеем. Зато мы имеем это же масло моторное, только с партией 92-55 в количестве 50 штук. Обратите внимание, что изначально при инвентаризации система не списывает или оприходует тот факт, который мы указали в инвентаризации. Данное расхождение заносится в регистр расхождения запасов. На следующем слайде мы видим создание акта сверки. Также мы видим то, что тип у данного акта сверки – это пересорт. Указана какая-то зона. Давайте немножечко расскажу, что для нас, вернее, что для ВМС является акт сверки. Акс сверки для ВМС используются для подведения итогов пересчета на складе, а также для выблески этих данных по корпоративной информационной системе, то есть в любую внешнюю среду. При помощи данного документа в системе могут быть выполнены следующие операции. Это как оприходование, так и списание, пересорт, усушка-утруска и изменение состояния. Также в списке документов доступна информация о статусе каждого документа, также дате создания, номеру, типу, инвентаризируемой складской зоне, автору и так далее. Все реквизиты документа акта сверки можно разделить на следующие группы – это недостача, излишки, изменение состояния, пересорт, а также усушка-утруска. На нашем примере мы видим то, что при создании акта сверки с типом пересорт из зоны хранения стеважная система у нас потянула как раз то значение из нашей созданной инвентаризации, которую мы видели ранее. Далее при проводке данного акта сверки информация уходит в корпоративную информационную систему, а записи из регистра расхождения запазов у нас исчезают. Соответственно, в момент, когда мы провели наш акт сверки, по факту система списала или оприходовала товар. Вот только после того, как мы его провели, система списывает этот товар с балансом. Делать это для того, поскольку акт сверки по классике создается в расчете определенного периода, либо это раз в месяц, раз в квартал, либо раз в год. Соответственно, в течение месяца мы инвентаризируем какие-то зоны, ячейки, что-то находим, что-то теряем. И вот в конце уже данного периода, когда мы создаем один акт сверки, тогда система полностью подбивает всю информацию из регистра расхождения запасов и выравнивает данные значения. То есть то, что мы изначально потеряли, но потом нашли, в данные акт сверки не попадет. Предлагаю перейти к следующему слайду и осмотреть блокировку партии. Блокировка партии часто используется как на складах со своим производством, так и использовалась в рамках нашего проекта при работе с различными веществами. То есть в стандартном функционале Axiot WMS X5 имеется возможность заблокировать целиком партию. То есть вышла партия из производства, либо получили мы какую-то партию из поставщика, далее пришла команда не работать с данной партией, переместить ее в карантин, не планировать ни для отбора, ни для размещения, тем более для отгрузки. Тогда в этом случае мы блокируем нашу партию, и партия становится недоступной для планирования. Также в стандартном функционале WMS X5 реализована возможность замены партии, а именно в разности сроков годности, в разности дат партии, в разности дат производства и так далее. Данный функционал также помог в рамках данного проекта выстроить правильную работу с иноменблатурной группой химпродукция. Также хотелось бы вам показать процесс планирования отбора по документу, в котором числится один объект хранения, и имеет этот объект хранения две партии. Как мы видим на левом слайде, в табличной части, наше объект хранения разделился на две строки с двумя разными партиями. На правой части слайда мы видим, что система создала две отдельные задачи на отбор каждой партии соответственно. То есть в рамках нашего стандартного функционала мы можем реализовывать работу, в первую очередь правильную и корректную работу со многими процессами, которые фигурируют в различных компаниях. Коллеги, у меня в принципе все. Продолжение следует...